так друзья всем привет любителям отечественного автопрома в частности вас 2114 которым я владею и с проблемами которого я постоянно сталкиваюсь двигатель 1.5 смик лапанник значит однажды мне необходимо было съесть по своим делам я вышел сел салон автомобиля начал заводить машина не подавала никаких признаков жизни она просто не завелась что же делать так как я не профессионал я не механик не знал что делать прогуглил посмотрел и первое на что нужно обратить внимание это топливный насос если он качает все в порядке соответственно топливо подается второе салоне с пассажирской стороны окручиваем крышку и проверяем релюшки релюшки я проверял старым дедушки способом каждую по отдельности трогал когда она щелкает это очень ощущается соответственно она работает следующее что я сделал решил проверить давление в топливной рампе соответственно открутил колпачок и опять же дедушки способом какой-нибудь отверточкой нажимаете если брызгает топливо давление топлива в рампе есть соответственно какое-то количество смеси образоваться должно и это должно было хватить для того чтобы машина завелась потом проверяем свечу вставляем на свечник и если у вас как у меня не было помощника некому было из салона крутить стартером опять возвращаемся к дедовскому способу стартер напрямую прокручиваем стартер напрямую и проверяем искру искра есть давление в рампе есть насос качает что же делать дальше а дальше ребята ремень грм конечно не откручиваем крышку ремня грм и смотрим что же там под ней а под ней как у меня было это все в порядке ремень стоял он был не порван все было натянуто я не знал что делать дальше решил провернуть еще раз стартером и посмотреть крутится ли он но на мое удивление шестерня на коленвале крутилась а шестерня распредвала стояла на месте и опять же я не специалисты я не механик для меня это было удивлением конечно же решил разобрать конечно же посмотреть что что за причина и когда снял ремень увидел примерно вот это сточила шлицы ремня снизу на шестерни коленвала но естественно как это все лечится я пошел в магазин купил комплект ремня и соответственно ролик натяжителя взял самый дорогой обошелся мне примерно в 1300 рублей поставил выставил все метки как полагается на метки распредвала на метки шестерни коленвала и соответственно я считаю что это обязательно поставить метку выровнять ее на маховике после того как я сделал всю эту процедуру все поставил на место все прикрутил сел салон вставил ключ и ура машина завелась проблема устранена поэтому ребят если кто-то столкнулся с такой проблемой как я и вы не особый специалист во всем этом деле я надеюсь что хоть немного я вам помог так что всем спасибо за просмотр всем пока спасибо 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 спасибо